Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сразу отвечу на вопрос, когда и как поливать орхидею. Речь будет идти о фаленопсисах. Первым делом нужно уточнить, есть ли в горшке орхидеи торфяной стаканчик. Если производитель, это компания GMP, то там точно есть торфяной стаканчик. Но во всяком случае, уточните у продавца, есть ли в горшке торфяной стаканчик. Это очень важный момент. Ее нужно будет знать после первой пересадки. Первый способ полива – это погружение. Орхидея очень быстро приспосабливается к вашим методам полива. Поэтому, если вы решили, что будете поливать с погружением, то нужно постепенно заставить орхидею привыкнуть к вашему способу. Что это означает? Первый раз, когда будете плевать орхидею погружением, ставьте воду на 10 минут. Максимум 10 минут. Потом, в следующий раз, уже поставьте на 15. И еще на следующий раз 20 минут. И так до 30 минут, не больше. Больше держать орхидею в воде не нужно. Берем орхидею, смотрим, чтобы корни были в горшке серебристые. Это означает, что время полива. Если корни зеленые, значит поливать его не нужно. Берем отстойную воду. Наливаем. Нужно рассчитывать, чтобы вода в миске была полвисоты горшка орхидеи. Я добавляю теплую воду, так как уже зима, а вода от комнатной температуры уже холодная. Добавляю немножко теплой воды. И медленно погружаю туда свою орхидею. Очень аккуратно ставлю. Так она там будет стоять 10-15 минут максимум. Я погружением не поливаю, это для показа. Только долго я его там держать не буду. Ставится вот так минут 10-15. И постепенно она привыкает, что раз неделю и раз в 10 дней, без разницы, нужно смотреть на корни. Ставится в миску с водой. Этот способ называется погружением. После того, как орхидея постояла в воде 10-15 минут или полчаса, достаем орхидею из воды. Ждем, пока вытечет вода полностью из горшка. И возвращаем орхидею в своё место. Крутить орхидею не нужно, чтобы листики росли симметрично. Второй способ полива – это пролив. Берём орхидею. Нужно будет убедиться, что корни у орхидеи серебристые в горшке. Это говорит о том, что уже время полива. Я уже подготовил не тёплую, но и не холодную отстойную воду. Получается, это оставшаяся вода и кипячёная вода. Я добавил, чтобы она была не холодная. Держим орхидею над какой-то миской и поливаем воду сверху так, чтобы она не касалась ни основания орхидеи, ни не падала на листья. Вот такой большой горшок можно наливать от 1 до 2 литров воды, если это пролив. Она высушится очень быстренько. Вот так сверху наливаем аккуратненько. Вся вода вытекает в миску. Держим, чтобы вода вытекла до конца. И возвращаем орхидею на своё место. Держим, чтобы вода вытекла до конца. Если остались какие-нибудь вопросы, оставьте комментарии под видео. Отвечу с удовольствием. Спасибо, что были со мной. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok